Привет, народ! Это будут пустые баночки в ноябре. Надеюсь, меня видно всем. Я практически лицо-экран. Ну, сейчас я уже некоторые видео пишу на камеру без управления телефона, направив на себя вот эту вот самую ладошку, которая управляет. Ну, в общем, сам экран переворачивая. Те видео, которые я снимала вот так, возможно, еще не домонтировались или не догрузились на канал, или, возможно, уже загрузились какие-то из них. Ну, как-то так. Да, вот у меня есть те, которые я уже два месяца как не смонтировала. Есть, которые я два года не смонтировала, еще не, наверное, на опеншоте даже в черном варианте. А есть, которые я недавно записала, но из-за того, что думала, что я доделаю тарт, но вот, блин, все, еще 19 страниц вчера не выложилась, а сегодня еще пока не села, надо сапоги покупать. Короче, будут у нас пустые баночки ноября. Надеюсь, сегодня без засветов. Вот я на себя смотрю, хоть камера стоит напротив окна, как бы все светло. Но, хотя уже где-то полтретьего. Но сегодня такая солнечная погода, и я надеюсь, что я сейчас пока обозреваю баночки не провороню эту погоду. У меня... Ой, утянула я. Надо было поближе поставить, ну ладно. В общем, у меня закончился вот такой кремик. Это подарок... Да, кстати, эти пустые баночки будут где-то на две трети, наверное, подарки от моих дорогих зрителей-подписчиц. Подписчиков. Не, мальчиков вроде в этот раз не было вообще. У меня только сколько? Пара мальчиков что-то дарили. Одни сладкие мышки, один сладкая с мышкой, а другой даже косметику с чаем и сладким. Короче, один я знаю, что папа в декрете дважды. Ну, может, не в декрете, конечно, а другой меня уже больше, скорее всего, не смотрит. Да бы даже в контакте забанил. Короче, это все девочек. Это от Алены из Украины, которая попутно блогер. И, в общем, она у меня лежит в том разделе канала, где интересный канал, там единственный канал. Ее канал, она путешествует. И у нее вообще, слушайте, у нее инстаграм. Я на нее подписана, но в инстаграм у нее крутые фотки. Короче, это вторая посылка. Из второй посылки от Алены из Украины. Это украинская косметика эльфа. Мне очень нравится эльфа. Я у них раньше покупала, когда видела вот эти всякие сольки для ванн. Теперь она мне еще больше нравится. Я не знала, что эльфы помимо солик для ванн. Ну, до недавнего момента. До той посылки от Алены, что еще есть и что-то другое. В общем, это у нас эльфа-фарм. Хербал с лавандой. С экстрактом лаванды, ноль парабенов, силиконов и минеральных масел. Густой, хороший крем для рук. Он у меня закончился. Там совсем чуть-чуть осталось, может быть, выдавиться. Вот до этого совсем чуть-чуть у меня выдавливалось. А я попробую, может, еще выдавиться. Слушайте, если постараться, то прилично выдавиться. Густой, хороший крем для рук. Вот сейчас вот, когда Лёля как-то... Когда Лёля поняла, почему у Лёли бывает сухость кожи рук аж до крови, это Лёля вышла на улицу без перчаток в дикий ветер и лапки ей обморозила. Что-то вспомнила слово сыпки-сыпки. Как оно там было? Короче, шикарный крем для рук. Маленький тёбичок. И всё-таки его лучше использовать, когда вот реально надо руки удобрить. Допустим, дубак какой-нибудь. Там зима. Крестьянин торжествует куда-то там, чего-то там. Вот у нас сейчас уже конкретная такая зима. Вчера, по-моему, снега привалило. Не то чтобы сугробы, но прилично. Учитываясь тем, что было. И вот мне надо покупать юги, потому что вот благодаря кое-кому я осталась без сапог. Это в другом видео я так негодовала. Ну, у нас пустые баночки, а не баночки эти. Точнее, они видео о пустых отсутствии сапог. Короче, очень классный крем от Эльфа. Украинская косметика. Ва-а-а! Да здравствует украинская косметика Эльфа. Короче, очень классный крем. Я вам его советую. Если вы знаете, где такое можно купить. Я не знаю. Тут 50 миллилитров. Густой, хороший, быстро впитывается. Можно держать камеру, телефон, еще что-то. Вилку, ложку, ножик. Ничего не упадет. Хорошо увлажняет. Ну, и спасибо Алене за такой подарок. Я решила, что не надо. Говорит спасибо за возможность попробовать. Это я подцепила от одной своей знакомой, уже бывшей. Которая меня донимает, где только не есть. Ну, тоже ролик не о ней. И так ей больно много внимания уделяю, благодаря тому, что она уделяет его мне. Все еще уделяет. Вообще ведет себя как брошенная лисбиянка, если честно. Хотя я вроде как вообще гетеросексуальная эльфия. Короче, эльфия рада. То, что у эльфы есть вот такой крем для рук. Шикарный. Я решила говорить, что... Потому что за возможность попробовать это я подумала. Ну, допустим, у меня там будет в пустых баночках. Забегаю вперед. Спойлерю, блин, спойлерю. Короче, вот это вот. Забегаю вперед. И открываю тайны бытия. Скрабик от Ифраше. Который я, в принципе, могла бы сама купить. Но что-то вот как-то руки не доходили. Поэтому я не буду говорить, что спасибо за возможность попробовать. Я буду говорить спасибо за подарок. Потому что, в первую очередь, это подарок. И, в принципе, я же его не ем, чтобы пробовать. В общем, как-то так. Лёля выбралась из-под опеки некоторых существ, которые думали, что они её опекают. Очень классный крем. Я пытаюсь сегодня из него ещё чего-нибудь извлечь, чтобы вечером помазать ручки. Причём, как бы, ну, намазался. Это вот не тот крем, что вот намазался, и через полчаса ещё надо мазаться. Или там через сколько-то ещё надо мазаться. Думаю, он даже с пролонгирующим эффектом. В общем, хороший крем. Есть на него отдельный обзор ещё. Там ещё, помимо него, несколько вещей есть. Из этой вот посылки. Именно этой эльфы. Там, по-моему, всё было этой эльфы. В общем, спасибо, Лёня. К сожалению, у меня нет такой вот сейчас стопочки куда-то поставить. Рукав-то это мне нужна будет. Поэтому он вот сюда пойдёт. А это вообще там сзади меня. Немножко видно его, да? Вот это вот. Это у меня там грузится ролик. О, он уже загрузился. Гомен на сайт. Даже это. Так. Мышка, ты где? Надеюсь, я тут загрузила ролик. Сейчас я гляну. Вы же не против, что я тут немножко тыркнусь? К тому же тут моё как бы говорить будет. А не чьё-то иное. Да, это тот ролик. Я стала что-то говорить, здравствуй, зритель. Я заметила это. Удалить. Там ещё один ролик и ещё один ролик надо монтировать. Но это уже это, потом. Так, у меня практически закончилось. Мне кажется, тут совсем чуть-чуть. Я хотела с 30-го записать пустые банки, но подумала, что в принципе, что тянуть можно и сегодня, раз у меня тут выпало время. Что я как бы в ожидании. А когда я в ожидании, я как бы не могу чем-то таким конкретным заняться. Как бы так сесть-то, чтобы не совсем в три четверти быть. А то я так поворачиваю голову, начинаю быть в три четверти. Вот так. В общем, я подумала, что раз у меня есть время, я тут сижу до определенного часа, не знала, будет человек или не будет. И вот когда поняла, что уже не будет, то решила, что в ожидании всё-таки, на всякий случай, пока сижу, запишу. В общем, записываю. Вот тут у меня этот, совсем чуть-чуть осталось сынный флакон. Из-за того, что он синий, не очень понятно, сколько там вообще осталось. Но когда было больше, то было видно, там половина или треть. Это у меня биокрем мыло для рук смягчающее. Я пыталась голову мыть. Потому что я в последнее время разными мылами голову мою. Нифига оно голову не моет. Тушку пыталась мыть, надо много на губочку нафигачивать. Чисто вот реально есть мыло для рук, которое можно полностью вымыться, а есть мыло для рук, которое тупо для рук. Это у нас бабка Агафья. Удивительных 100 трав Агафьи. Смягчающее. Календула байкальская на белом мыльном корне. Это мне подарок из очередной посылки от подписчицы Лёльки из Тюмени. Спасибо большое. Вообще классное мыло. Надолго хватает. 500 миллилитров. Оно мне, по-моему, одно время стояло на кухне. Потом оно стояло тупо в ванной. В общем, я его с удовольствием допользую. Сколько бы там ни осталось. Оно там вроде не особо много осталось. Ну и дозатор удобный вообще. Вот так вот. Во. Вообще, люди, мякните потом в коммент или в личку напишите, нормально ли вам в таком виде. Ну, не напрягает ли то, что нету баррикады вот этих баночек, но при этом я как бы тут почти лицо окран. И при этом на уровне лица у меня вот эта вот пустая баночка. Если нормально было, то я потом так и буду записывать. А то я никак всё не подберу так, чтобы и баночки было видно. И люди были все довольны, что всё близко. В общем, вот спасибо Лёльке. Алена, Лёлька. Ещё одно. Ну, возможно, не очень этично, что я тут часть лица оставляю в камере, когда наклоняюсь. Ну, просто у меня остальное в пакетике, а три вещи было на полу. Оно ещё не совсем закончилось. Мне такое, кажется, дарила ТКНН. Потом ещё кто-то мне дарил. Или, да, я сама вроде не покупала. А это уже мне дарила моя подруга, но она не хочет, чтобы я говорила её имя. Скажу только, что мы с ней знаем друг друга с детства. И есть вот, бывает в жизни такое, что есть подруги, которые знают друг друга с детства, и с ними до сих пор дружишь. И они тебя не подставляли, не предавали и тому подобное. Это насчёт женской дружбы, если кто-то мне в комментах как-то писал, что типа, ааа, всегда верил, что женской дружбы не бывает. Да нифига. Есть исключения. Короче, это Organic Kitchen розовая мочалка, очищающий скраб для тела, букет пионов и органическое розовое масло от Organic Shop. Я его долго не могла понять. Вчера я полежала в ванной, решила распаренная такая натереть тушку частями вот этим скрабиком. Слушайте, я прониклась. Оказывается, надо очень сильно себя распарить. Ну, не до такой степени. Но вот я думаю, в бане бы он пригодился. И нормальненько так. Там совсем чуть-чуть осталось на одно применение, я думаю. Этой баночки 100-миллилитровой. Я решила её тупо обозреть, потому что, скорее всего, может быть завтра, после ванны, после горячего душа не так катит. После ванны, потому что если ванну с пеной принимаю, потом всё равно принимаю душ. Есть пена, которую смывать не надо, и есть пена, которую всё-таки лучше смыть. И вот после того, как я принимаю душ, в принципе, можно себя наскрабить. Помню, я в подобный такой добавляла какую-то имитацию эфирного масла от Арифлейм. Кажется, мне Настя Лукьянова дарила тогда. И вот тогда оно у меня пошло. А тут оно стояло, думаю, блин, у него годность скоро закончится в мае следующего года. Думаю, надо его всё-таки доделать, надо ему сделать, уделать, надо дать ему шансы. И вот вчера внезапно случайным методом тыка я поняла, прониклась. Короче, спасибо моей подруге. Я так поняла, что из её рассказов, когда мы встречаемся, ну, получается так, что она... У нас получается очень редко общаться вживую, но когда общаемся, то вполне себе так обо всём говорим. И... Я знаю, что она иногда меня смотрит. Короче, из её разговоров я так поняла, что она периодически покупает что-то от Organic Shop или Organic Kitchen, и вот, видимо, сама пользуется. Учитывая то, что она мне дарит обычно, ну, для дома вообще, то получается как-то, что у меня и у неё одинаковая. Моя маман, когда мы были мелкие, покупала что-то на меня и моих сестёр вот один в один практически, как на тройняшек. Вот спасибо тебе, моя подруга. Я его тоже заюзаю, доделаю до конца. Так, надо свернуть, наверное. Свернись. Свернись, свернись. А это не то. Ну, и ты тоже свернись. И папочку-то свернём. Можно, наверное... Ну, ладно, он не уснёт. Я его сейчас теперь стала... Тут загружала ролик, думаю, ой, через 5 минут загрузится. А он, ну, минут 15 живёт, без ничего не делания. А потом экран тухнет, а потом он засыпает. А если воткнуть в сеть, то я его настроила так, что он 3 часа может не засыпать. У сети. Потому что иногда делаешь монтаж, а долго там это всё сшивается, загружается, обрабатывается. Если в Мавави напрямую на YouTube загружать, да, или на Google Диск, но у меня тупо на YouTube идёт. То я уже как бы спать легла, а он всё ещё... Чтобы знать, что он точно загрузится и не уснёт, то я вот настроила 3 часа. У меня закончился... Правда, всё стёрлось нахрен. Вода попадала, попадала. Почти всё. Тут чуть-чуть осталось. Это у нас сицилийский апельсин органик шоп. Боди скраб. Скраб для тела. В общем, да, этот... 250 миллилитров. Это мне дарила Вика Кэс, с которой мы встречались в Москве. Это тоже моя подписчица. Навстречу в реале. Её сумочкой я усиленно пользуюсь. Я её тут постирала и убрала. До следующего тепла сейчас пока использую сумочку от... Ту, которую я там на этом конкурсе кукпэдовском получила. Тут совсем чуть-чуть осталось. Тут даже уже, наверное, не совсем. В общем, если честно, я такие скрабы не понимаю. Но, наверное, его надо было тоже на распаренное очень тельце наносить. Я его чисто в основном наносила немножко на пятки пару раз. Пятки нормально массируют. Скрабирую это решётом. И на бёдра. Потому что год назад моя родня сказала, что у меня есть целлюлит. Я с целлюлитом лично не знакома, поэтому не знаю, целлюлит ли это. Потому что однажды... Ещё одна моя бывшая знакомая, обладающая большим объёмом тела, чем я, рассеюром и так далее, ну, не будем уж так называть, жирная, да, женщина в теле, сказала, что у меня целлюлит. Я купила какую-то хренатень от Гринмамы, пришла другая моя подруга, так, пофигевала, говорит, в каком месте у тебя целлюлит, типа тебя обманули. Ну и, в общем, я не знаю, целлюлит это не целлюлит или что. В общем, я скрабировала. Им ничего так скрабируют. Но я всё-таки больше люблю вот эти гаммашики. Я как-то... Мне хочется, чтобы там была и пена, и скрабирующие частички. Я, наверное, что-то не догоняю в этих скрабах. Или всё же надо было его так же, как вот тот розовую мочалку после слишком тёплой ванны, после распарки такой нафигачивать на себя. Ну, короче, в принципе, вот у него самое классное было этот аромат апельсина. Вот залезешь в душ, чуть-чуть намазался, ну, иногда я руки там пыталась намазать или так, частично тушку. И проснулся нафиг. Спасибо, Вика. Если вы любите вот такие скрабы, я вам советую. Если нет, то не советую. Я просто вот, ну, не совсем их понимаю. Я, может, что-то в своей жизни упускаю в этом плане, не знаю. Так, иди на пол. Жёлтый сумочек. Вообще, это от какой-то обуви. У меня тут закончились очередные ватные диски. Я их не всегда обозреваю. Обычные, хорошие, дешёвые, бюджетные ватные диски. Каждый день из Ашана. Это 33, что ли, или как-то так стоит. 120 штук. У меня закончилась витотека апельсин. Покупала на Азоне эфирное масло. Последнее время я его уделывала в аромалампу. Ну, оставайся. Вот оно. Хорошее масло, в принципе, апельсиновое. А я сейчас с Азона жду другое масло какой-то другой фирмы. Не помню, какой. Так. Вот как раз то, про чё я вначале говорила. Ещё чуть-чуть можно выдавить, наверное, при желании. Но накопилось. И фрашевский. Как он там? Скраб. Гамаш, наверное. Это гамаш на ног. Да, растительный уход для красоты ног. Разглаживающий гамаш на ног. 50 миллилитров. С лавандой. Мне у них очень нравится крем с лавандой. Раньше его давали в подарок. 30 миллилитров. Но раньше у них много чего интересного было в подарок. И заказ-то меньше был. Ну, я что-то уже года два, наверное, не заказывала на интернет-магазине. По бланкам. Но, может, года полтора не делала заказ. Что-то не знаю. Даже последний раз в фраши закупалась где-то, наверное, в мае. Или где-то. Ну, да. Где-то обесной, короче. Когда была в Ярике. Последний раз, когда была в Ярике, что-то мне ничего не... То, что я хотела, не было. А то, что было, мне не захотелось. В общем, вот. Спасибо Лёльке из Тюмени. Вторая вещь из её, по-моему, посылки. Ну, какой-то её посылки. В общем, мне оно понравилось. Не знаю, почему я мимо раньше проходила. От того скрабика. Мне почему-то больше... Я когда-то помню другой ещё такой. У них страп-нестрап есть. Какой-то более фиолетовый. Вот я помню, его покупала. То ли с мятой, то ли как-то холодит ноги. Короче, вот что-то такое брала. Другое. Ну, вот это тоже очень классное. Спасибо за подарок. Так, это вниз. Так, у меня закончилась моя любимая масочка. Кпюр-систем глубоко очищающая. Маска против прыщей. Шерри на 3 минуты нанёс и смыл. Иногда я её пользую, как вот чисто умыл, ну, нанёс и смыл сразу. Иногда я пользую именно, чтобы она там постояла подольше. Эту мне дарила масочку моя подписчица Лена. Минск-Москва, которая теперь есть во Флудилке. В общем, в прошлом году была такая большая посылка, где-то там она мне духи одни прислала. Я её не ожидала. Я помню, что она мне ещё выясняла, какие конкретно эликсиры мне нравятся, когда я сидела ещё на работе. На прежний год назад я ещё работала. В магазине женская. Я думаю, что сейчас уже на магазине надо на работе. В общем, спасибо. Хорошая штука. Мне она очень нравится. Мне ещё нравится... Мне, в принципе, практически вся вот эта серия нравится, пюр-систем. Но, правда, я её использую не как от прыщей. Вот она хорошо просто вот кожу очищает. В общем, я вам советую. Как от прыщей, как просто очистить кожу. Крутая штучка. Так, что тут мне ещё? Ой, что-то выпало. У меня закончилось очередное масло. Вообще, на самом деле, у него, по-моему, срок годности откинулся. Да, у него срок годности откинулся. 15, 16, 17. Год назад у него срок годности откинулся. Я что-то не разбирала свои эфирные масла. Но я его использовала чисто как ароматерапию, аромалампу. Так иногда капала там свои эти отвары для волос. Это что у нас вообще? Это у нас Мирола Натурель. Мирола Натура. Натур Мирол. Мирола, точнее, Натур. Розовое дерево. Я помню, это розовое дерево покупала, думая, что это вот это. Вот есть роза, а есть розовое дерево. Розовое дерево. Розовый куст роз-росы стал розовым деревом. Потому что у меня, допустим, саду, тётя занимаются садоводством. Ну, помимо цветоводством, скорее всего, даже. Помимо прочего, у нас есть огромная грядка всяких разных роз. И там есть и ветвистые, и кустистые. И каких только нет. Но каких нет, есть и другой родни. И я думала, что это что-то такое. Ну, на самом деле, оно, конечно, было не розовое масло. Не та роза, которая роза. И оно, на удивление, я-то не знала, как оно пахнет на самом деле. Так свеженько между лимончиком и чем-то таким цитрусом пахнет. Ёлка цитрусовая какая-то такая. И, похоже, ещё вот на чайное дерево не само чайное дерево, а именно как вот духи вот эти бывают. Чайное дерево, там, зелёное дерево или что-то такое. От Ифраше, от Элизабет Арден. Как-то так. В общем, вот такое масло. В принципе, Мирула Натур мне нравится фирма в этом плане. Хоть многие её ругают там на всяких отзывах, на отзывиках и так далее. Хорошее масло. Это для Карины, которая там эфирными маслами интересуется, живя в Израиле. Кажется так. Кажется, Карина всё-таки. Ещё одно. Мирула Натур Лимон на зоне покупала. Тоже закончился. Причём я хотела с ним сделать аромалампу. Капаю. А там было капли две от силы. Пришлось смешать его с этим самым апельсином. Так, ещё раз повторю. В общем, Мирула Натур и Витотека. Неплохие, в принципе. Вот Мирула Натур хорошая вообще. Витотека тоже, в принципе, неплохая. Можно найти на озоне. Можно найти в каком-нибудь магазине. Иногда в Ашане мне попадалась Мирула. Ещё и... Сама Мирула иногда попадается в фикс-прайсе. Но там, по-моему, тупо вот эти косметические масла в аптеке можно найти. У меня закончилось. В поменяшки, кажется, это было. Я не знаю, она конкурс у меня выигрывала. Решила мне что-то послать. Алена... О, у неё раньше назывался канал. Потом она его закрыла. Назывался ничего личного. Сейчас я вообще не знаю, есть ли у неё канал. Я знаю, что она в Инстаграме выкладывает вышивку. Но ВКонтакте я вчера обнаружила, что на страницу очередную свою удалила. Алена Овсянникова, бывшая Алена О. В общем, я последние полтора месяца ими пользовалась. Это Эйвен и Марий. Сначала мне оно как-то показалось тяжеловатым. Тут совсем чуть-чуть ещё осталось. Но оно уже не выпрыскивается. В общем, на холодное время года очень тёплый такой... Некоторые называют такой бабушкиным ароматом. Но мне нравится вот подобное. Да, что-то ещё чуть-чуть выпроснулось. Ну, в общем, для кого-то тяжёлый. Но мне внезапно он понравился. Я его ещё начала прыскать, когда было не особо и холодно. Даже когда не холодно, иногда летом. В общем, очень мне нравится. И Марий. Если вы любите такие тёплые ароматы от Эйвен. Или просто. То вот Эйвен и Марий советую. Может быть, себе даже закажу. К тому же у меня подруга, с которой мы снова стали общаться. Она снова, третий раз уже в своей жизни стала представителем Эйвен. Я у неё заказала мыло, но мы всё никак не можем пересесться. Вот сегодня, видимо, уже не пересечёмся. Мыло кусковое от Эйвен. Сенса, спиона, что-то там. За 30 рупий. Там по какой-то акции. Я даже хотела это мыло отдельно обозреть. Когда всё-таки я его получу, то сделала отдельный обзор. Обзор покупки в Эйвен мыло. Поэтому по 19 каталогу, кажется. Точнее, по 1-й 19-й год. Первый номер 2019 года. Как-то так. В общем, вот. И Марий. Спасибо. Алёне. То, что мы с ней тогда менялись. Или как-то так. Короче, в общем. То, что она мне их прислала. Вкусные духи были. Что-то у меня ещё осталось. У меня ещё осталось. У меня тут было масло. Больше, наверное, косметическое. Вот в такой коробочке. Малюсенькое. Это я покупала уже лет 12, наверное, назад. У нас был одно время магазин с такой восточной требухой. Я там, помню, покупала один сундучок. Он у меня сейчас вне зоны досягаемости. Даже рукой не достать. В нём какой-то чай лежит. Потом в другом подобном сундучке, который мне Юлька дарила вместе с чаем, сейчас лежит всякая такая серебро-серебро-серебро-серебро-серебро-серебро-серебро-серебро-серебро-серебро-серебро. В общем, у меня оттуда была куча всяких аромамасла. Я покупала там можно было. Ну, всё такое восточное. Обезьянку одну я покупала, она у меня где-то там есть. Да, обзор этих обезьянок. Посчитая их 189 штук, не считая 4 на 2 чашках, я ещё никак не домонтирую. В общем, масло лотоса это у нас. Я его добавляла во всякие эти свои рукоделия. Ну, в смысле, мыло там, не мыло. Дейзики и прочую требуху. Ой, вот в такой оно баночке. Масляной. Всё ещё пахнет лотосом. Последний раз я его уделала в аромалампу. Ну и, в общем, очень оно мне нравится. По запаху такой вообще. Чай зелёный с лотосом мне нравится. У меня уже нету давно чая зелёного с лотосом. У меня есть только листья лотоса. Когда-нибудь заварю и что-нибудь себе сваяю. Там какой-нибудь для красоты лица, волос или ещё чего. Или, может, заварю еду. Потому что, в принципе, листья лотоса добавляют иногда в Бабао. В общем, вот. Бабао. 8 драгоценностей. Есть отдельный ролик насчёт Бабао. И есть плейлист. Кажется, моя чайная коллекция. Как-то так. Кому интересно, заходите. Гляньте, посмотрите. Полазайте. Недавно вот с лопок я узнала, что на канале, оказывается, на своём или на чужом можно по слову какому-нибудь в названии ролика найти сам ролик. Так что вот, когда меня спрашивают, а я вот мне не найти, давай вот это, скинь мне ссылку. При этом заявляют, что они там меня смотрят, что ли они с 50 подписчиков. А ролик не знают. Это вот для тех. Ну и просто, если вам интересно, забери какое-нибудь слово в поиск. Может быть, какой-нибудь ролик у меня на канале есть, о котором я сама уже не помню. В общем, хорошее такое масло. Фирму, к сожалению, не могу сказать. Австралия Компани. Единственное, что тут написано. Фрагрант Оил. Аромапродукт. Для людей написано. Бодиловер, вот. Бодиловер, бодиловер, хз его. 5 мл. Надолго мне их хватило. У меня таких еще не... Помню, с розой что-то... Пальма роза или как-то так. Какая-то роза у меня была. В общем, много таких масел. Я помню, там покупала такую фиговину. У меня, может быть, еще в старых роликах на прежней квартире рядом с красным ковром видно такая вот красная перья висят. Типа ловец снов с таким колокольчиком. Вот там же его покупала. Но он потом откинулся. И еще что у меня тут? Последняя у меня тут коробочка. На самом деле мыло еще вполне себе юзабельное. Там одну треть от силы я заюзала. Я его пользуюсь как мыло для рук. Как мыло для тушки. Хорошо тушку, если так прилично намылить губочку. И сейчас в последнее время моем голову. Это у нас подарок из дружественного города Харькова. Харьковская мануфактура. Натуральное мыло ручной работы. Разнотравие. Была такая обзористая посылка с аниме и прочим. Мыло сделано у нас 1.07.18. Живет 12 месяцев. У меня там еще несколько таких мыл осталось. Это у нас разнотравие. На тваре семи трав с сезамовым маслом. Хотела глянуть сюда сезамовое масло и забыла. В общем, вот такая вот коробочка. Сейчас я все из нее достану, все что было. Вот она. Тут, оказывается, еще что-то осталось. Монитор потух у компа. Да, у меня и комп, и ноут. И у ноута тоже потух. Вот она. Вот она. Так видно там. Так, еще оно было вот в такой пленочке, бумажечке упаковано. Все прикольная такая упаковка была. И все это было вот еще вот такой штучкой, леновой, зафигачено. Пригодится куда-нибудь. Я пока хочу оставить эту коробочку. Она такая, мне так нравится. И вот такой леновой, не леновой. Ну, короче, вот такой веревочкой перевязана. В общем, по ходу дела у все, все мои пустые баночки ноября. Я думала, что у меня гель для душа от Avon Senses, любовь к Париже, который мне Лелька дарила, закончится большой. Но, казалось, что там еще по ходу дела на декабрь его хватит. Который очень вкусно пахнет моим любимым парфюмом. Коробочка. Ну, в общем, как-то вот. Я думала, что... Вчера еще думала пену с ним сделать. Думаю, блин, оно так пахнет вообще офигенно. Но у меня есть похожим ароматом орхидея фиолетовая. Какая-то темная орхидея тоже от Лельки, тоже от Avon. В общем, всем спасибо за просмотр. Кто осилил до конца. Всем хорошего настроения. Снега зимой. Мне тут с Польшей вчера писали, кажется, в чатике, в стримах. И что там у них еще снега нет, а у нас уже есть. Ну и... Всем до новых встреч. Да, если вам понравилось это видео, поставьте палец кверху. Честно, мне пофиг. Можете поставить палец вниз. Но если вы еще на меня не подписались, и у вас есть аккаунт на YouTube, то можете подписаться. Тогда вы будете всегда со мной. А я с вами практически. Теперь точно пока.